Привет, хардковы ряне! Я вернулась к вам с больничного с идеей нового подкаста, но на старую тему! Неожиданно, да? Дело в том, что во время болезни я пересмотрела Бэтмена с Робертом Паттинсоном и извлекла из него новые смыслы, конечно же! И оказалось, что при первом просмотре из-за говеного качества, кстати говоря, экранки, в общем, при первом просмотре я уловила малую часть смыслов. Оказывается, больше половины от меня ускользнуло, включая один из основных сюжетных поворотов. А именно, когда Загадочник встретился в тюрьме с Бэтменом, когда Бэтмен пришел навестить своего заклятого друга. В общем, там режиссерский ход был очень интересный. Нас авторы фильма минут 10-15 держали в напряжении и в неизвестности. Скрывая от нас то, знал ли Загадочник об истинной личности Бэтмена? Знал ли он, что супергерой Бэтмен и мультимиллионер Брюс Уэйн — это один и тот же человек? Потому что Брюс Уэйн получил посылку с бомбой, со взрывчаткой от Загадочника. И на ней же была открытка с надписью «Сиян Хэл. Увидимся в аду». И кто бы мог подумать, что Загадочник не подразумевал, что он хочет убить Брюса Уэйна, то есть Бэтмена, и поэтому написал Бэтмену, что встретится с ним в загробной жизни после смерти. Такое впечатление хотел у нас создать режиссер. Но на самом деле Загадочник, отправляя эту посылку с взрывчаткой, он не мог предположить, что Дворецкий нарушит все нормы этикета личной границы и вскроет то, что предназначалось лично его господину. Он не знал, какие личные отношения связывают Брюса и Альфреда. И, в общем, он рассчитывал на то, что именно миллионера Брюса Уэйна его бомба убьет, и Бэтмена, он думал, что это другой человек, позовут на место преступления расследовать эту смерть миллионера от взрыва. И Загадочник рассчитывал на то, что Бэтмен увидит эту открытку, которая была, между прочим, в... это важная деталь, в таком жаронепроницаемом термозащитном конверте, который не пострадал от взрыва, и поэтому после взрыва открытку можно было найти и прочесть. Так вот, Загадочник рассчитывал, что Бэтмен, который останется в живых, потому что он, по его мнению, другим человеком является, придет на место преступления, прочитает эту открытку и догадается, что hell, ад, это на самом деле никакой не ад, а это тюрьма, и придет именно туда, в это адское место, и навестит Загадочника. Поскольку Бэтмен пришел к Загадочнику, но, будучи Брюсом Уэйном, пришел к нему узнать, а за что же тот хотел лишить его жизни, это вышло забавно, так как будто бы Бэтмен действительно понял послание Загадочника в том ключе, как нужно. И сам Брюс Уэйн тоже не догадывается о том, что Загадочник не разгадал его secret identity. Сам Брюс Уэйн тоже до последнего думает, что он раскрыт, и там весь диалог построен так, как будто бы Загадочник угрожает Бэтмену вот сейчас раскрыть тайну его личности городу. А на самом деле потом, в конце этого диалога, Загадочник проговаривается и называет Брюса Уэйна в третьем лице, то есть показывает тем самым, что он не понимает, что Брюс Уэйн сейчас стоит прямо перед ним, пусть и в маске. И это такой просто вау, поворотный момент, это такой сюжетный твист, вроде бы на развитие событий это не влияет кардинальным образом, но ты испытываешь такой интеллектуальный оргазм прямо от этого всего. Это они очень круто придумали, такую интригу долго держали, и это очень добавило напряжение в фильме. А вот вы заметили ли этот моментик? И про термозащитную пленку на конверте, вы заметили, когда смотрели первый раз? Мне прям любопытно, все разглядели это. Но в основном я хотела бы сейчас с вами препарировать последнюю сцену фильма. Оказывается, что на ней огромная важность сконцентрирована, большая смысловая нагрузка лежит на этой сцене, когда Бэтмен и Женщина-кошка разъезжаются, когда вот заигрывает с нами режиссер, помните, как будто бы они сейчас поедут вместе куда-то, а потом оказывается, что их пути расходятся и буквально, и метафорически. Ну так вот, у меня для вас есть вначале одно такое незначимое замечание, и самое важное я ставлю на конец, так что слушайте до конца. Так вот, первая такая ремарочка на полях. Мне кажется, что авторы фильма явно читали Альбер Камюн, а именно его книгу «Чума». Альбер Камюн писал свои философские труды не как какие-то научные такие трактаты, типа там как у Канта или Гегеля, а он хотел сделать их легко доступными, и он хотел писать как с чистого листа, он хотел, чтобы его не изучали, не комментировали, а чтобы его читали. И поэтому он свою философию подавал в виде романов, в виде художественной литературы. Один из таких философских романов называется «Чума». И мне показалось, что режиссер провел очень явную параллель с этим романом «Камюн». Там есть момент в романе «Камюн», когда один из героев, журналист Рамбер, который на протяжении всей книги стремился вырваться из охваченного чумой города и вернуться к своей жене. Так вот, когда у него появляется реальная возможность покинуть зачумленный город, он отказывается от нее, и он остается, чтобы помогать доктору бороться с чумой, потому что он видит его самоотверженный труд и хочет к нему присоединиться. Так вот, мне кажется, что в конце нашего супергеройского фильма о Бэтмене герой делает ровно такой же выбор. Супергерой решает остаться там, где он нужен, и помогать бороться с затоплением. Мне кажется, затопленный город и зачумленный город, такой вот отрезанный от мира и нуждающийся в помощи, это прямо очень похожие образы. Оставаясь в Готэме, он ведь тоже отказывается от отношений с женщиной-кошкой, получается. По-моему, это очень-очень похожие ситуации. И даже если сценарист не так хорош, как я о нем думаю, не настолько начитан и не вкладывал такой смысл, то, возможно, эта параллель проведена бессознательно, потому что Камю и его философия экзистенциализма, она так вросла просто всю в нашу культуру. Я встречаю цитаты из Камю всю свою жизнь, начиная со школы, с общения с родителями, с чтения каких-то совершенно попсовых книг по психологии, не имеющих никакого отношения к философии и к экзистенциализму. В общем, очень попсовые вещи цитируют беззастенчиво Камю, даже не подписывая авторство. И я об этом не знала, пока не начала слушать курс про философию. А теперь я поняла, что вот эти все узнаваемые фразы, которые стали девизами нашего времени, оказывается, это мысли философов 17-18-20 века, и просто никто не говорит каждый раз об авторстве. Так вот, я думаю, что в Бэтмене приведена такая вот неосознанная отсылочка к экзистенциализму и конкретно к роману Камю. Ну вот, я с вами поделилась этой заметочкой на полях, а теперь перейдем к самому важному. Судьба кошки. Нет, не судьба женщины-кошки. Судьба кошки-женщины-кошки. Если вы внимательно смотрели фильм, не так, как я при первом просмотре, а так, как я при втором просмотре, тогда вы заметили, что перед тем, как попрощаться с Бэтменом, женщина-кошка погружает в багажничек своего сверхскоростного многоцилиндрового мотоцикла кота, живого, пока еще живого кота. И мне кажется, он становится таким котом Шрёдингера, который непонятно теперь жив или мертв, потому что я не уверена, что он выдержит эту поездку. Если у кого-то из вас есть коты, вы понимаете, о чем я. Я своего кота ношу раз в несколько месяцев на стрижку. Он всю свою переноску просто, извините, пожалуйста, обсирает от страха, потому что он очень боится выходить из дома, и ему неприятно вот это перемещение, то, что он шатается как-то в этой переноске, новые запахи, перемены температуры и так далее. И вот он просто в ужасе от происходящего. Он орет и сытся в эту переноску. Мне сложно представить, что же тогда происходит с кошкой Селиной Кайл. Как она там заходится в крики в этом багажнике. Он, наверное, звукоизолированный, потому что нам этот крик не слышен, вот когда мы через камеру это все наблюдаем. Я надеюсь, что при съемках кошку все-таки вынули для сцены поездки. И ни один кот при съемках не пострадал, но вы только вдумайтесь в это. Она взяла с собой живого, блин, кота! И вот на этом байке, который разгоняется сразу там за сотку, как кот себя чувствует? Просто вдумайтесь в это. Я не хочу сделать это за меня. Я еще помню, как перевозили кота в самолете, и он сидел в своей коробочке и пускал слюни, его укачало в самолете. Мне кажется, в самолете перемещение ощущается более равномерным. И, в общем, я реально боюсь за кошку Селиной Кайл. Ну, я просто не могла отделаться от этой мысли. И на каждом кадре, когда проезжает мотоцикл женщины-кошки, я представляла себя, как оттуда из багажника разносится... Это просто божественно! Если вы подставите в своей голове при просмотре, или, может быть, я для вас это сделаю при монтаже, если вы подставите такое... пронзительное к каждому проезду женщины-кошки, то вы поржете так же, как прожила я. Куда поедешь? Я не знаю. На север. Без кармайна для тебя все станет только хуже. Начнется грызня за власть. Но все можно изменить. Нельзя. А теперь обнимаю вас всех, целую и желаю вам тихих котов и уютных вечеров осенью. Чмоки! До скорых встреч на просторах интернета. Смотрите хорошее кино и слушайте хороший подкаст. А не подкаст от канала Хэдкавер. Завязывайте уже с этим серьезно. Субтитры сделал DimaTorzok Привет, ребята! Я кот Селина Кайл. Я выжил. Можете успокоиться. И я говорю вам вот что. Если хоть один из вас после прослушивания этого подкаста захочет прочесть роман Альбера Камю «Чума», значит этот подкаст записан не зря. Чаооооо!